Легко ли легализоваться трудовому мигранту в Москве? Каждый день в миграционный центр в поселении Варановское, расположенном в Новой Москве, приходит до 7 тысяч человек, чтобы легализоваться в столице. Примерно 1,5 тысячи из них оформляют трудовые патенты. Патент не только дает возможность легально устроиться на работу, но и гарантирует, что его обладатель поставлен на миграционный учет, обеспечен медицинской страховкой, не является разносчиком опасных заболеваний и не находится в розыске за совершенные преступления. А вся процедура и оформление патента занимает не больше двух часов, утверждает руководитель ГБУ миграционный центр Сергей Балдин. Столица встречает мигрантов светлыми стенами, просторными коридорами и свободными окнами. Фото Аркадий Колобалав, РГ-центр в Варановском больше похож на аэропорт. Такие же стеклянные окна в пол, рамки на входе, пространство, разделенные турникетами. Открыть их можно браслетом, который посетитель получает на входе. Браслеты с виду похожи на обычную бумажную полоску ярко-желтого цвета. На ней QR-коды, обозначающие последовательность действий, которые нужно совершить. Турникеты открываются только в случае, если последовательность не нарушена. Минус. Квота на визовых мигрантов на 2020 год снижена на 40 тысяч вакансий. Первый этап оформления страхового полиса. Мы сотрудничаем с 25 страховыми компаниями, выбрать можно любую. Годовая страховка стоит порядка 4 тысяч рублей и гарантирует медицинскую помощь в экстренных случаях, объясняют сотрудники миграционного центра. Следующий этап оплата всего пакета документов, в который входит и страховка, и дактилоскопия, и медицинское обследование, и экзамен по русскому языку. Пакет стоит 12,5 тысяч рублей. За дополнительную плату могут еще перевести паспорт. После оплаты дактилоскопия. Каждый год на этом этапе выявляют примерно 1,1 тысячи граждан, которые уже были высланы из России, но получили на родине новые паспорта, поменяв фио пару букв, и пытаются въехать снова. Поэтому дактилоскопию нужно проходить заново, когда заканчивается трудовой патент. Действует он год. За это время мигрант может совершить правонарушение и попасть под суд, который примет решение о депортации, объясняет старший инспектор по особым поручениям столичного главка МВД России Александр Вихранов. Миграционный центр не полицейский участок. Его сотрудники не обязаны отслеживать, как ведут себя приезжие. Но если мигрант что-то нарушил, эта информация отобразится при следующей дактилоскопии. Раз в год трудовые мигранты обязаны проходить и медицинское освидетельствование. В центре они издают анализы на СПИД, сифилис, туберкулез и наркоманию. Если болезнь не обнаруживается, во въезде в Москву откажут. Минус. Определена потребность российской экономики в мигрантах на будущий год. Ежемесячная стоимость трудового патента в Москве в этом году составляет 5000 рублей, в следующем будет на 350 рублей дороже. Заплатить можно как сразу за год, так и за любое количество месяцев. Чаще всего платят только за первый месяц, на остальные 11 мы выдаем квитанции с реквизитами, объясняет Александр Вихранов. Если оплата перестает поступать, мигранты по телефону уведомляют о том, что патент может стать недействительным. Число приезжающих в Москву трудовых мигрантов стабильно порядка 450 тысяч в год. В прошлом году, например, выдали 453 тысячи патентов, а всего с 2015 года, когда начал работать новый миграционный центр, их получили более 1,7 миллиона иностранных рабочих. И, как говорит Евгений Кугаков, столичные власти в ближайшее время не ожидают патентных скачков. Начало выправляться экономическая ситуация в Узбекистане, и представители этой страны стали возвращаться домой. Но и падение патентных платежей город не прогнозирует. В позапрошлом году бюджет Москвы получил от патентной системы 15,7 миллиарда рублей доходов, в прошлом 17,4 миллиарда. В этом году планируем получить 18 миллиардов рублей, резюмирует Кугаков. Из центра, пройдя все этапы, мы вышли ровно через час и 50 минут. Общество соцсфера миграция экономика работа занятость филиалы РГ столица ЦФО Москва.